Продолжаем выпуск. Они кричали перед расстрелом. Запомните наши имена. В Ставрополе, в русском лесу, сегодня открыли после реставрации памятник убитым на этом месте евреям. Во время оккупации Краевого центра фашисты здесь расстреляли больше трех с половиной тысяч человек. О тех, кого вопреки геноциду не забыли, расскажет Анна Поляруш. Лора Далматова пришла на открытие памятника в надежде найти на мраморных плитах фамилию своей родственницы Анны Данцик. Ее вместе с мужем и маленьким ребенком фашисты убили только за то, что это была еврейская семья. Погибли в 1942 году. Расстреляли их. Единственное, что они в Израильном жили, так что, наверное, в другом месте. Спустя неделю после того, как немецкие оккупанты завладели Ставрополем, 12 августа 1942 года в городе был объявлен сбор евреев на главной площади. Людям обещали, что их отвезут в другое, лучшее место. Загнали в грузовики и привезли сюда, на территорию бывшего аэродрома, а затем расстреляли. Три с половиной тысячи человек убили из-за их национальности. А через три дня у холодного родника фашисты казнили еще 500 человек. В основном это были женщины и дети. Так что прямых потомков у них практически не осталось. Анна Зверко потеряла здесь двоюродную тетю и ее дочь, Белецких Ханну и Двору. Им обещали выезд куда-то за границу и обещали жизнь хорошую. В общем, они на это вот пошли. Хотя все говорили, ну зачем и куда, и остановитесь. У нас были очень хорошие соседи. Вот как папа рассказывал мой, он же пришел с фронта и рассказывал о том, как вот это все произошло. Его повели родственники на место расстрела, показали это место. Не скрывает слез перед памятником председатель Ставропольской городской еврейской организации «Шалом» Ефим Файнер. Ставропольский холокост унес жизнь и его тете, и ее шестимесячного сына. Вторая тетка моя родная в Керчи расстреляна, в Багерово, с маленьким мальчиком Фимы и дочерью. И меня в честь ее назвали Фимой. В общем, поэтому я эту боль ношу с собой и считаю святым долгом не забывать быть носителем той фамилии Файнер, которую мне даже не отца Рудберг дали фамилию, а Файнер, потому что все Файнеры были расстреляны. Это братская могила в русском лесу – одно из пяти крупнейших в России мест захоронения евреев. Первыми человеческие кости во врагах русского леса обнаружили черные копатели. Затем общественники начали собирать историю по архивам и музеям. В двухтысячных здесь поставили памятник погибшим. После того, как он обветшал, монумент заменили новым. Нашелся спонсор индивидуальный, его зовут Борис Пирожников, который изготовил 20 вот таких вот памятников, из которых 8 будут установлены или уже установлены на территории Ставропольского края. Это российский еврейский конгресс, который выделил деньги. Это евангельские христиане России, которые вели эту работу. И, конечно, еврейские организации Ставрополя, которые объединились в установлении имен, проведении подготовительных мероприятий. Но моя самая большая благодарность – это руководство края, руководство города, которое дает пример, как нужно чтить память погибших. Как рассказывают очевидцы, многие расстрелянные перед смертью кричали «Запомните наши имена». Этот памятник, на нем больше 400 фамилий. Еще одно доказательство того, что никто не забыт. Анна Поляруш, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение.